Из более чем миллиона жителей Брянской области около трёх тысяч живут с ВИЧ. 150 из них узнали свой статус в этом году. Новых случаев из года в год становится всё меньше, но это не значит, что угроза миновала. Чтобы заработать ВИЧ, совсем не обязательно быть наркоманом или вести асоциальный образ жизни. Порой достаточно одной случайной связи. ВИЧ ведь себя никак не проявляет очень долго. И когда человек заражается, он может являться носителем вируса, он может передавать его партнёрам своим, определёнными путями, которые всем хорошо известны, сам об этом не подозревая. Потому что клинические проявления ВИЧ наступают уже лет через 10-12 после заражения, когда вирус сильно разрушит иммунную систему, и тогда у пациента появляется много вторичных заболеваний. Это могут быть и рецидивирующие пневмонии, это могут быть крепковые поражения, это могут быть онкозаболевания. Чем раньше, тем лучше этот принцип действует и в отношении ВИЧ-инфекции. Выявить заболевание на ранней стадии – это не только про профилактику дальнейшего распространения инфекции, но и про то, как не дать ей убить иммунитет, снизить качество жизни и в конечном итоге сократить её для самого пациента. Поэтому нам и важно выявить его как можно раньше, чтобы начать лечить. И пациенты живут такой же жизнью, как и мы все, полноценные, создают семьи, получают не одно высшее образование, у них рождаются здоровые детки. То есть всё это сейчас возможно. У нас на территории Брянской области, как и по всей Российской Федерации, действует государственная стратегия по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. За счёт федерального областного бюджета выделено финансирование порядка 16 с небольшим миллионов рублей для закупки тест-систем, которые позволяют проводить диагностику ВИЧ-инфекции. Проводится даже букальное тестирование. То есть необязательно кровь сдавать для того, чтобы определить, есть ВИЧ или нет у человека. Достаточно букальных тестов, это со слизистой щеки. У нас ежегодно тестируется около 25% населения. Но вот на сегодняшний год у нас задача чуть-чуть больше даже протестировать, 31, и, конечно, мероприятия проводятся огромные. Это и мероприятия в лечебных учреждениях для своевременного выявления ВИЧ. Многим пациентам, те, кто обращаются за медицинской помощью, предлагается обследоваться на ВИЧ. Это и крупные информационные компании, которые мы проводим на территории города Брянска, приуроченные к определенным датам, где тоже работают мобильные лаборатории. Ну и, конечно, абсолютно бесплатные. При желании анонимно сдать кровь на ВИЧ можно как в любой поликлинике, так и в спид-центре по Спартаковской 75Д. Специалисты рекомендуют делать это как минимум раз в год. Как мы смотрим ежегодно, свой уровень сахара, холестерина, следим за этим точно так же. Нужно раз в год, даже не имея рисков, не состоять в группе, все равно проходить тестирование. Но те люди, у которых есть рискованное поведение, у которых есть в жизни употребление психоактивных веществ, внутривенно или какими-то другими путями, у которых есть частая смена половых партнеров, тем, кому, конечно, рекомендуется ежеквартально проходить тестирование на ВИЧ, либо в зависимости от данного факта рискованного. Бояться огласки не стоит. Врачи гарантируют конфиденциальность, равно как и лечение, которое подбирается для каждого человека индивидуально и выдается бесплатно. Ольга Макушникова, Дмитрий Матеров, События, Брянск.